я вас приветствую на связи с вами александр новиков в этом видео я расскажу как быстро зарегистрироваться закачать видео на видео . com сделать все настроечки взять идентификатор и вставить его уже виджет авто вебинара в программе adopt news итак смотрим на главной страничке есть кнопочка быстрый старт и есть кнопочка зарегистрироваться как угодно можете выбирать и то и то через регистрацию указывайте имя фамилия ваши email указываете здесь сразу пароль здесь вставляете свой придуманный далее кто вам рассказал провести можете здесь выбрать друзей далее где вы будете использовать там встраивать на сайт через браузер все нажимаем зарегистрироваться зарегистрировались все очень просто теперь я уже зашел свой аккаунт новый и у меня вот он точно также будет выглядеть как у меня итак я нахожу здесь кнопочку проекты нажимая добавить new project сейчас у меня смотрите нет нету ничего новый проект у меня без названия я выбираю выбирать видео для загрузки по ссылочке на рабочем столе у меня есть уже видео я подготовил сейчас я его найду вот у меня авто вебинар а с помощью вести я записал живое видео и с помощью этого живого видео я сделаю авто вебинар видим у нас процесс загрузки идет дождемся его до конца вот пока у нас проект идет изменяется мы здесь нажмем редактировать наш проект и можем его назвать авто вебинар ну по тематике нашего видео авто вебинар с вести . ком так это для нас для того чтобы потом не путать с новыми какими-то нашими проектами они у нас будут в одной кучей и все как бы без ими без имени будет трудно определяться ждем загрузку сейчас у нас смотрим мы двигаемся еще идет идет у нас процесс здесь смотрите у вас будет возможность делать статистику вот здесь есть помощь смотрите и есть аккаунт настройки вот приватность комьюнити и ну здесь можно выйти нажать выйти статистика у вас будет собираться когда ваши видео будут смотреть и смотрите на бесплатном аккаунте вот у вас есть возможность загружать всего пять видео и суммарный объем трафика 200 гигабайт в месяц да к примеру вот это видео у меня весит порядка там 50 мегабайт соответственно на 1 гигабайт у меня примерно если не ошибаюсь 50 20 просмотров будет до 20 просмотров и у меня 200 200 умножить на 20 это 4000 просмотров ориентировочно вот это видео в месяц у меня могут люди просмотреть очень круто все смотрим у нас она загрузилась далее нажимаем на ссылку авто вы на название нашего видеоролика тут абсолютно неважно как вы его назовете сейчас это неважно важно будет у нас как мы будем вставлять его собственно как мы сделаем настройки принцип здесь следующий все настройки мы делаем на вести точка ком берем код ставки нашего видео плеера и вставляем на сайт пусть он ваш сайт в html либо виджет через адоб news да вот далее если вам нужно чтобы поверх вашего видео появлялись кликабельные аннотации чтобы поверх вашего видео вышла форма подписки вот это мы все возвращаемся и делаем через сервис вести о ком здесь нет ничего сложного я думаю все очень будет просто вы разберетесь так тут он у меня сообщил что все готово и сейчас меня перенаправит в настройки так отлично так это у меня настройки вот у меня кстати вставить видео и здесь есть кнопочка я вы видели такую стрелочку я нам нажал да если я сейчас давайте вернусь все в проекты покажу как это работает вот у меня мой проект 59 и 9 мегабайт его вес как я уже говорил нажимаю на заголовок нажимаю еще раз на заголовок так у меня должно открыться видео вот и видео вот мы видим видео action ну движение до из вот такая вот у нас молния настройки и переходим мы в настройки что здесь настройках у нас есть давайте настроим дизайн нашей вот этой вот кнопочки сейчас она у нас серая давайте я сделаю голубенькая вот так вот оставлю далее смотрим комментарии отключаем под нашим видео они нам не нужны далее идем в панель контроля большая кнопочка в видео плеера вот она у нас оставляем ее маленькая кнопочка видео плеера давайте опущу я чтобы было понятнее что у нас меняется вот вот маленькая кнопочка это вот это она нам вот видите она нам не нужно но хотите можете ее оставить плейбар это вот собственно вот эта полоса да как по которой можно перемотать у раз мы его таким вот макаром убрали дальше можем изменил убрать функционал громкости можем оставить можем отключить людям возможность открывать на весь экран до данное видео вот и управление контролем ну я если ее отключить мы видим все управление у нас уходит я оставляю да у нас будет вот такая кнопочка и вот эти вот управлялки у нас с вами остаются убрать логотип вести баннер можно только на платном аккаунте вестер баннер будет вот здесь наверху полосочка ничего страшного оставляем дальше смотрим у нас а есть социальный бар если мы его включим у нас внизу видите всякие кнопки появляются честно скажу они нам не нужны не нужны поэтому здесь можете отключить все птички до нажать кнопочку но больше и тоже все здесь отключить но лучше проще нажать на кнопочку он of все вот таким образом у нас под нашем видео ничего вставляться не будет давайте теперь идем далее с вами сейчас сверну вот эти вот а кстати забыл вам сказать смотрите мы можем запустить видео в этом коротеньком видео я вот допустим я хочу на чтобы мое видео запускалась не сразу не сразу с автозапуском и чтобы мое видео вот останавливалась в начале и показывалась заставка человек сам нажимал на видео и запускал тогда смотрите я что делаю я есть вот можно загрузить свою картинку upload a new image а можно использовать вот этот вот ключевой кадр вот этот вот ключевой кадр у меня сейчас сохранится и он станет у меня заставкой на случай если человеку придется нажимать и так видим у меня там процессинг пошел так далее вот здесь у нас так control 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 что я тут пропустил все мы здесь настроили идем дальше вот смотрим очень важный момент чего начать до старт стартовать здесь у нас есть автозапуск и вот как раз запуск с ключевого кадра будет показываться картинку человеку нужно будет запустить выбирать вам что вы хотите далее смотрим добавить аннотацию аннотация у нас вот будет появляться в правом верхнем углу в нужное нам время и исчезать опять же в нужное нам время как это сделать смотрим пишем сюда текст аннотации вот так не по-русски сейчас извиняюсь текст призыва они же здесь мы вставляем ссылку на наш сайт далее выбираем время показа например на 10 секунде и отключить я не знаю ну пусть на 14 либо там до конца видео хочу этом пятидесятую секунду вот до конца но у меня остается отлично вот у меня будет вот такая аннотация поверх видео вылезет если она мне не нужна я ее здесь нажимаю remove удалить следующий очень интересный факт вот очень интересная штука это вот добавление действия какого-то call to action action да что можно здесь делать мы видим что мы можем вот такой вот призыв добавить хей дружище там дружище нажми сюда да окей вот ссылка мы сюда вставляем ссылку куда человеку нужно перед перейти из и пишем сюда призыв да и внизу вот кнопочка обновить обновить просмотр можем и отключить а можем ее удалить я наверно удалю вот именно такой способ и смотрите здесь есть возможность изменить на картинку картинку сюда вставить и можно вставить сюда html код это очень очень классная интересная штука если у вас нету в комплекте еще готовых форм подписки я бы рекомендовал вам их приобрести если они у вас есть открывайте используйте копируйте html код заменяйте призыв вот к действию что человеку нужно я сейчас просто скопирую готовый код и ставлю вот этот вот код вот сюда это готовая форма подписки у меня так что-то нам не тут сползла не знаю в чем причина но потом просмотрю я наверно поправлю данную форму причину но собственно вот у нас есть форма подписки и мы эту форму подписки назначаем время когда она у нас должна с вами вылезти да вот хочу там на пятой минуте сороковой секунде чтобы вот данная вот аннотация вылазила у меня так где она у меня там в конце сейчас передвину вот в конце она у меня вылазит вот собственно вот так вот работает и данный функционал смотрим внизу у нас еще есть тут аннотации различные но они нам нафиг извините не нужны это не аннотации субтитры я извиняюсь вот субтитры мы отключаем далее что нам нужно нам нужно нажать на кнопочку вверху сохранить все это чудо у нас сохраняется так она у нас сохранилась идем теперь вот в настройки встроив встраивание мбдш встраивание так называемое если вы встраиваете видео в html страничку то вам нужен будет вот этот вот весь код здесь изменяйте размер на нужный вот и вставляйте здесь можно использовать два варианта вставки кода стандартный это через смотрим так через теги div я бы рекомендовал именно его использовать потому что он более адекватно работает на всех платформах на всех там гаджетах да на всех компьютерах либо можете использовать вот старый там через фрейм вставку я вам рекомендую все таки вот верхней если вы используете виджет авто вебинара вам просто с этого кода теперь необходимо взять идентификатор где он находится находим вот ссылку вести мбдвестия и вот собственно после нижнего подчеркивания подчеркивания вот после нижнего подчеркивания перед фразой seo фальшь вот наш индификатор сейчас я его вам выделю вот выделяем этот индификатор нажимаем control c скопировать здесь мы не меняем никакие размеры ничего нам изменять не нужно мы идем теперь в программу адап news открываем наш виджет да и меняем индификатор на нужный нам вот я поменял и вставляю нажимаю enter сейчас у меня видео подгрузится изменится у меня вот видим да у нас произошли изменения у нас встал виджет авто вебинара правильно да если мне нужны какие-то дальнейшие настройки данного видео опять же я возвращаюсь на данный сервис на данном сервисе нахожу я изменение настроек и делаю нужные настройки нажимая кнопочку сохранить все на этом пожалуй обзор данного сервиса я закончу он не был достаточно сложным здесь все очень легко исправить его функционал очень мне нравится гораздо лучше чем на ю тубе и либо на других каких-то видео хостингах а которые можно использовать для бизнеса с вами был александр новиков если есть вопросы задавайте не стесняйтесь вот но на этом я прощаюсь с вами большое спасибо за внимание